Сегодня в штабе 29-й общевойсковой армии пяти первым военнослужащим вручили свидетельство на получение субсидий для приобретения или строительства жилья. Майор автомобильных войск Виктор Сергейчук в армии уже больше 20 лет. 17 из них, уроженец Приморского края, живет и служит в Забайкалье. Здесь родились и трое его детей. Семья майора никогда не имела собственного жилья. Снимали квартиры, ютились в общежитии. Сейчас также арендуют жилье в Смоленке. Сегодня они, как и еще четыре семьи военнослужащих, получили долгожданные сертификаты на получение субсидий. Конечно, радостно. Отслужив столько лет в армии, не имев своего жилья практически. Постоянно практически под наем. Ну что, пока до сих пор, конечно, не верится, но тем не менее настроение бодрое. Очень большую радость чувствую и волнение. Очень сильное волнение, конечно. Конечно. Мы так счастливы. Мы этого очень долго ждали, конечно. В январе этого года в силу вступил федеральный закон о новой форме жилищного обеспечения военнослужащих. На эти цели выделяются денежные транши. Минимальный размер субсидий для военного, который отдал службе от 10 до 16 лет и имеет семью не более, чем из двух человек, чуть больше двух миллионов рублей. Сумма зависит от выслуги лет, количества членов семьи и звания. На полученные средства можно купить квартиру, либо построить дом в любом регионе России. При этом можно добавить к сумме собственные средства или использовать материнский капитал. Семья же Сергейчук планирует обзавестись квартирой во Владивостоке. Уже привык, сросся, с этой землей, так сказать. Ну, что ж, все равно, рано или поздно армия заканчивается, приходится возвращаться на родину. Мы, безусловно, уверены, что до конца года вручения подобные произойдут еще не один раз. Сегодня у нас произошел почин. Данное мероприятие тяжело переоценить, потому что значимость его велика. Для каждого военнослужащего получение жилья или обеспечение жильем является, пожалуй, самой долгожданной реализацией льготы. К концу года ожидается поступление еще более полутора миллиардов рублей. Таким образом, свыше 200 военнослужащих ВВО получат возможность сменить съемное жилье на уже собственное. Юлия Тимошенко, Сергей Миртов. Время новостей.